МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Хлеб всему голова". Эта истина остается актуальной во все времена. И именно сегодня с программой Оренбургское качество мы отправляемся туда, где зерно перемалывают в муку, а из муки пекут хлеб. Ведь нет ничего вкуснее горячей горбушки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Общество с ограниченной ответственностью БНО занимается переработкой зерна с 2002 года. Начинали с небольшого цеха, мощность которого была 50 тонн в сутки. Постепенно наращивали обороты и вкладывали в предприятие новые средства. Два года назад открыли новую линию. И уже сейчас готовы перерабатывать в сутки в два раза больше зерна, то есть 100 тонн. Быть на рынке успешным сегодня – это значит обойти конкурентов в технологиях. Суметь организовать производство так, чтобы оно было менее энергозатратным, а продукция – более качественной. Иногда приходится наоборот – идти на определенные расходы, чтобы получить преимущество в дальнейшем. Именно поэтому на БНО освоили новую чистку зерна перед помолом. И чем отличается ваша мельница от другой-другой? У нас в мельнице технология такая – пшеница, прежде чем пускать на помол, после тщательной зерночистки она моется, потом через 8-12 часов отлежки, потом пускаем на помол. Но это дополнительные затраты? Ну, понятно, дополнительные затраты, но она того стоит. И вот сейчас посмотрим, после мойки сколько пыли, грязи выходит, потом видно будет, стоит она или нет. Зерно промывается водой, которую добывают из своей скважины с 30-ти метровой глубины. Вода после процедуры действительно только на очистку и в слив. Зато пшеница, очищенная от примесей, земли и сора, на загляденье. «Зерно мы купаем», – говорит Сидрак, в голосе звучит уважение. О производстве может рассказывать часами, открывая правила, о которых начинающие хлебопеки, возможно, и не знали. Он закончил Самарий сельскохозяйственную академию. Свой выбор профессий объясняет просто. Хлеб – самая мирная профессия, произвести там муку. Вот получилось так. Мука должен отлеживаться вообще-то, прежде чем ему нельзя сразу на пекарню пускать. Мука должен отлеживаться минимум 2 недели. Это минимум. Ну, желательно там месяц отлеживаться. Потом из него и качественные хлебопекарные изделия получаются. Сидрак, 100 тонн в сутки зерна перерабатывается. Но вот я смотрю, здесь у вас людей-то в принципе и нет. Все, за всем этим следит сама машина, компьютер, да? У нас автоматизированная система, пульт управления заводом. Все, один человек справляется и все, в дальнейшем мука расфасовывает, вся автомат-линия. Следим за заводом технологии. И если какая-то неисправность выходит, система автомат отключает весь завод и подает звуковой сигнал. Было уже такое? Было. Из-за чего? Ну, в основном станки летом нагреваются, выходят из строя, ну, из-за запчастей. Здесь вырабатывают муку любого сорта. Фермеры приезжают на быно за трубями, учреждения заказывают манную крупу. Предприятие приняло решение работать по государственным стандартам. Это налагает особую ответственность, но потребители в последнее время отдают предпочтение именно гостовским продуктам. Контроль качества зерна и муки осуществляется в собственной лаборатории. Хотя сотрудничают с оренбургскими производителями, с теми, чью продукцию принимают на переработку не первый год, контроль не ослабляют. Ведь только из хорошего зерна получится качественная мука, которую потом из года в год будет забирать покупатель. При неправильном хранении зерна меняется его химический состав, органолептические показатели, не говоря уж о вкусе и цвете. На первый взгляд действия лаборанта просты. Это мы размололи зерно. Сейчас мы замесим и будем отмывать криковину. Для третьего класса количество 23, не менее 23. А еще необходимо выяснить, сколько весит литр зерна. В поврежденном, сухом, либо наоборот, прелом зерне так называемая «натура» тоже будет негодной. А чем хуже «натура», тем ниже выход и качество муки. «Натура» – это вес одного литра зерна, выраженный в граммах. То есть он еще не одинаково весит? Обязательно не одинаково. Хорошее зерно сколько должно весить? По ГОСТу не менее 750 грамм на литр. Вес литра зерна, которое получили только что из Грачевского района, составил 782 грамма. Пшеница отменного качества. Значит, мука будет такой же. Хлебозавод номер один входит в состав агрохолдинга «ЗАО Хлебопродукт номер два». Холдинг – это сельхозпредприятие в четырех районах области – Оренбургском, Солилецком, Сакмарском, Саракташском и Афбулакском. Холдинг – это свои поля, своя переработка, свои предприятия по выпуску продукции и сеть розничной реализации. Только на этом хлебозаводе ассортимент свыше 70 наименований. Хлеб, батоны, кондитерские изделия – процессы в большинстве своем автоматизированы. Но тесто, как и во времена наших бабушек, по-прежнему любит женские руки. Вот если сравнить хлеба, который испеченный высший, первый сорт, как у нас Дарнинская линия, полностью автоматически, он получается низкий, какой-то блеклый такой. А вот она взяла тесто, два раза в стол ударила, вот его как-то месила, положила, и хлеб поднимается, получается, хороший. Вот не знаю, необъяснимо это почему, но это факт. Хлебозавод номер один – предприятие сравнительно небольшое. Три печи для хлеба разного сорта и мелких изделий – булочек, батонов, кексов и пряников. Одна печь – исключительно автоматическая для выпечки дарницкого хлеба. Это вообще особый сорт. Здесь и закваски совершенно другие – мука, и ржаная, и пшеничная. У него особая кислотность, влажность и пористость мякиша, и свой неповторимый аромат. Три главных принципа в работе предприятия сохраняют на протяжении уже 10 лет. Выбор – это первое – стабильность, второе – постоянное качество, третье. Продукцию хлебозавода заказывают медицинские учреждения, учреждения образования. Первый звонок с заказом раздается обычно в 8 утра. Отдел продаж. Здравствуйте. Хорошо. До свидания. Что заказали сейчас? Четвертый интернат. Больница заказывает высший сорт 15 кг, ржаной хлеб 7,5 кг и пряники юность 4,5 кг. Утром мы принимаем заявки, отправляем в обед машины. После отправки машины мы принимаем по новой заявке с магазинов, но уже звоним сами. И с утра, в ночь мы собираем машины, 6 машин в ночь у нас собираем, и с утра машины выезжают в рейс. Пожалуй, хлебозавод номер один единственный, кто сегодня сохраняет цены на уровне прошлых лет. 10-12 рублей за булку хлеба, 9 рублей кекс, пряники 19 рублей 400 граммов. Как это удается, волнует многих. Так это не секрет никакой. Смысл здесь в том, что мы входим в состав агрохолдинга «Заухливый продукт-2», в котором весь процесс от поля, скажем так, посева зерна и до конечного результата, до продукции на прилавке, производится агрохолдингом без участия каких-либо посредников. Поэтому на сегодняшний день мы можем и держим, пока цены стабильно не поднимаем. Хлеб – продукт социальный и первой необходимости. Возможность его приобрести должны иметь все и всегда. Здесь организована продажа собственной продукции в 30 точках. Хлебозавод номер один не только сохраняет низкие цены, но и участвует в областных программах, посвященных здоровому питанию. Иодированный хлеб, витаминизированный, занимает в ассортименте достойное место. А вот производство некоторых дорогостоящих сортов пока отложили на время. Делать муку и хлеб на Оренбургской земле умели всегда. Их качество – предмет гордости и уважения. Сохранять традиции, бережно объединяя их с новыми технологиями, эту задачу на многих оренбургских предприятиях научились выполнять. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова